Валентин Сергеевич Зорин Долгое время работали в Гостелерадио, профессор, преподаватель. В общем, честно говоря, живая легенда советской, российской журналистики. И до сих пор вы продолжаете работать. Сейчас, я так понимаю, вы в новом информационном агентстве МИА, политический обозреватель по-прежнему. Надеюсь. Ну, я тоже на это надеюсь, в этом даже уверен, более чем. Нам можно писать смс, отправлять по телефону 7903-797-6333 или звонить прямо в эфир 730-101. Валентин Сергеевич, я тут всех спрашиваю первый вопрос. Вот в этой студии задаю. Вы общественное телевидение смотрите? Вот то, которое Анатолий Григорьевич Лысенко возглавляет. Я смотрю иногда исключительно из дружбы к Анатолию Григорьевичу. Ну и как? Дружба выдерживает испытания? Вы знаете, ну, есть очень хорошие, разумные вещи. Есть ощущение, что это еще очень сыро. Валентин Сергеевич, вот вы, опыточек, как вы считаете, не слишком ли много у нас вообще каналов телевизионных? Вот просто общего назначения. У нас же очень много телевизионных каналов. Это все... Отсюда нужны деньги. Может быть, их просто слишком много? Аудитория дробится? Вы знаете, Анатолий Григорьевич, я, в общем, американист, который много времени провел в Соединенных Штатах. И там не возникает вопроса, много каналов или мало. Там вопрос о чем. Вот может быть, канал, если находятся на него деньги, который целый день показывает лошадиные скачки. Вот и все. И у него есть своя аудитория. А есть канарлы, которые... Еще какие-то специфические интересы. Так что вопрос, по-моему, не в количестве, а, ну, в общем-то, в качестве и в аудитории. Ну, я согласен с вами, но есть еще и в объеме рынка все-таки дело, потому что большинство каналов в Соединенных Штатах живут на рыночные деньги. Ну, есть реклама на них, есть на них какая-нибудь подписка. Они живут. Или спонсор. Или спонсор, да, да, да. Или спонсор. Как правило, частный. Вот. А у нас все-таки многие каналы, они живут за счет бюджета. Вот это, на мой взгляд, перебор. Тем более, что бюджетные каналы в значительной степени повторяют друг друга. Ну, да, они же общего назначения. Новости, кино, ток-шоу. Ну, в общем, меню примерно одно и то же. Непременно это таких передач, которые, ну, в общем, являются самостоятельными и, между прочим, созданными у нами, у нас, в общем-то, немного. Вы знаете, я не хочу изображать в нашем разговоре старческое ворчание старческое. Но, между прочим, в том числе и по экономическим соображениям у нас не было возможности покупать форматы зарубежного телевидения. Мы изобретали свои, там, Кабачок или Сенкевича или Каплера. Я придумывал девятую студию, которую потом Тед Коппол, знаменитый американский тележурналист, у меня ее позаимствовал, честно сказав мне, что я у тебя возьму, ты не возражаешь. И формат девятой студии у Теда Коппола взят у нас, а не наоборот, я брал его у Теда Коппола. Сергей Сергеевич, вы вообще человек замечательный. А вот вы тут упомянули, что вы американист, и очевидно совершенно, что в последнее время отношения с Соединенными Штатами, ну, скажем так, оставляют желать лучшего. Во всяком случае... Вы мягко. Ну, да, ну у вас нет, ну, понимаете, они могут быть и еще хуже, тут вопросов никаких нет. Я имею в виду, ну, конечно, мягко. Вот. Но и динамика не очень хорошая. Динамика не очень хорошая. Как вы считаете, вот, вы уже на своем веку переживали много кризиса в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и видели это воочию, так сказать. Как ваш прогноз? К чем это все завершится? Будет ли выстроены какие-то отношения, или вот такое вот соперничество, такое вот, да, такое вот, так как минимум пихание локтями будет продолжаться? Или есть какое-то рациональное решение, разумное? Анатолий Георгиевич, вы знаете, вообще самое неблагодарное дело в моей профессии заниматься прогнозами. Я понимаю, да. Вот. И действительно, мне довелось в моей журналистской биографии переживать, ну, почти катастрофические моменты, Карибский кризис. Я находился в Вашингтоне, и наши слушатели, многие сегодня не представляют, что в тот момент мир находился буквально в километре или в нескольких метрах от всеобщей ядерной войны. И вышли из этого очень серьезного клинча, как говорят боксеры. В общем, ну, если не разрядкой, то разумным соглашением у нас акцентируют на том, что Советскому Союзу пришлось убирать ракеты с Кубы и поворачивать корабли, которые с ракетами шли на Кубу. И как-то меньше вспоминают, что в ответ Кеннеди закрыл турецкую базу Инджерлик, откуда подлетное время до нефтепровослов Баку было 5-7 минут. Так что это пример договоренности. Вот в такой острый момент нашли возможность договориться. Ну, правда, должен вам сказать, для этого понадобился, во всяком случае, одним из участников договоренности такой выдающийся мирового масштаба полик, как Джон Кеннеди. Да. Ну, вот, кстати, ну, тоже вот сравнительно недавно был очередной юбилей смерти Кеннеди. Вы же общались с Джоном Кеннеди? Общался, брал у него интервью. И если вы разрешите, один эпизод это расскажу, потому что он имеет не личное значение, это была Вена, 61-й год, встреча Хрущева с Кеннеди. Кеннеди был молодой президент, он полгода всего просидел еще к этой встрече в Белом доме. Тогда наших руководителей не собирали, не сопровождали большие пресс-группы. Нас было четверо, правда, известия, ТАСС и Гостелерадио поселили нас в одном отеле в Империале с делегацией. И вечером после первой беседы мы отписались все четверо и сели в маленьком баре у нас на этаже. Вдруг пресс-конференции тогда не положено было. Вдруг раскрылась дверь, вошел страшно возбужденный Хрущев, галстук на бок. И начал нам рассказывать, что произошло. Ну, мы схватились за перья, это было очень интересно. Но кончился-то разговор, чем Хрущев сказал, «Ребята, а президент-то зелененький, зелененький, делаю я его, как хочу». И не знаю, как политологи со мной согласятся или нет, а мне, не как журналисту, а как ученому, ясна прямая линия между вот этой недооценкой Хрущева-Хеннеди и того, что произошло через год, Карибский кризис, когда Хрущев поставил ракеты на Кубе под носом у Соединенных Штатов Америки. Вот мне кажется, эти два эпизода находятся в непосредственной связи. Да, это все ужасно интересно. Ну, а не могу не спросить, вот с вашей точки зрения, кто же все-таки убил Джона Кеннеди? Ну, я не хочу заниматься рекламой, но вот сегодня по Ленинградскому каналу будет в 23.20 передача «Караулова. Момент истины», посвященная этой теме. Причем, Караулов изучил многие варианты, ему показалась наиболее убедительной моя версия, а я оказался в Далласе через два часа, через два дня после гибели Кеннеди и проводил то, что сейчас называется журналистское расследование. И, по моей версии, во главе заговора стоял тогдашний самый богатый человек в мире, нефтяной техасский миллиардер Гарольд Хант. И он, организатор заговора, завлекли в его вотчину в Даллас Кеннеди. И, короче говоря, в сегодняшней передаче, если кто-то из наших слушателей захочет, он мою мерзию может услышать, тем более, что я ее подробно изложил в своей книжке «Мистер Мильярд». Напомню, что у нас в гостях Валентин Сергеевич Зорин, политический обозреватель сейчас Международного агентства России и сегодня. А до этого выдающийся советский российский, и да и сейчас выдающийся советский российский журналист, ученый, профессор, преподаватель. В общем, легенда, можно сказать, живая. Валентин Сергеевич, да, нам можно звонить по телефону 730-101 или писать смс-сообщение, отправлять их по номеру плюс 7903-797-6333. Ну, хорошо, так сказать, Ханта. Ну, а почему им не удалось раскрыть эту историю? Вот почему? Вот такая мощь была брошена на это раскрытие. Людей много разных. А можно я еще одну историю в своей практике расскажу? Тогда, в 61-м году, во время встречи Хручева с Кеннеди, я взял у Кеннеди интервью. Это было в известной степени случайно. Его пресс-секретарь до этого когда-то был просто телевизионный журналист, мой приятель Пьер Селлинджер, он только в прошлом году скончался. Первое заседание шло в американском посольстве. И Пьер, мы там были, Пьер сказал, ну, надолго пойдем погуляем в сад. Мы пошли прогуляться, и вдруг по тропинке идет Кеннеди. И Селлинджер меня знакомит. Вот, господин президент, советский журналист. И, ну, что должен сделать в такой ситуации нормальный журналист спросить, как идут переговоры? А я задал совсем другой вопрос. Вот тут чуть-чуть истории. Я в первом выпуске МГИМО и в 45-м году замечательный наш ученый, академик Леков Николаевич Иванов, прочел нам замечательную лекцию «Девять пунктов», по которым он доказывал, что Рузвельт был отравлен. И похоронили, один из пунктов, похоронили его очень поспешно, без эсгумации. И тут же семья Рузвельта стала ходатствовать об эсгумации. Трумэн отказал. Пришел в Белый дом из Энхауэра, его попросила семья, он отказал. Пришел Кеннеди. На стенах кабинета его висел портрет Рузвельта, и он последователь Рузвельта. Семья обратилась к Кеннеди, он тоже отказал. И вот вместо того, чтобы спрашивать, как там идут переговоры, я какой-то бес меня толкнул. Я спросил, господин Кеннеди, а почему вы отказали семье Рузвельта в эсгумации? И не понравился ему этот вопрос. Он так немножко лицом скривился, сказал, эти журналисты, всегда им сенсация нужна. Но вопрос задан, надо ответить. Допустим, мы проведем эксгумацию. Допустим, обнаружим следы яда. Великого президента Америки не вернуть, но что подумают в мире о стране, где президентов кравят как крыс? Такая мрачная символика, потому что Кеннеди оставалось жить немногим больше девяти сот дней. Что подумали в Америке о стране, где президентов стреляют как зайцев? Но вот в какой-то степени, Андрей Георгиевич, это ответ на вопрос правда о смерти Рузвельта это удар по престижу Соединенных Штатов Америки. Плюс я думаю, что участники заговора или во всяком случае те, кто прячут концы вонду, сегодня еще в Вашингтоне достаточно сильны. И поэтому в подвале Министерства юстиции лежит 42 ящика запечатанных с документами опроса свидетелей убийства в Долазе которым никому нет доступа по сей день эти ящики никто не открывает. Да, ужас. Валентин Сергеевич, хотел вас спросить такую общую тему. Вы, так сказать, еще и ученый. Вот очевидно, что в последнее время формируется какой-то новый мировой порядок, какая-то новая мировая организация. Формируется она сложно противоречиво. Я думаю, на нее влияет много факторов. Ну, во-первых, ушло идеологическое противостояние, ну, какой-то такой, в любом случае, коммунисты с капиталистами не борются сейчас. Есть конкуренция между странами, есть определенные опасные идейные течения, но, тем не менее. С другой стороны, изменились коммуникации, изменился уровень жизни. И не кажется ли вам, что мы просто вот сейчас не в состоянии, а может и в состоянии оценить, какой же все-таки новый мировой порядок возникнет, каковы будут его очертания, какой будет абрис, кто какие роли будет играть, из каких структур будет стоять мир, исчезнут ли национальные государства в дальнейшем, или наоборот они будут усиливаться и развиваться, будут ли они дробиться, или наоборот укропняться, вот как вы считаете? Андрей Юрьевич, вообще это разговор надолго, большой, чтобы не просто коснуться слегка каждой из этой темы, я только с одним совершенно исходным вашим положением 100% согласен, сейчас не просто произошли какие-то острые события, связанные с Украиной, с Крымом, сейчас в общем в какой-то степени поворотный момент, поворотный момент, который не всем и не во всем осознан, но который дальше отношения на мировой арене, в мировом сообществе будут идти не так, как они шли до сих пор. И одним из определяющих в этом изменении явилось то, что не на словах, не в нашей с вами пропаганде, наших статьях, а реально американцы теряют или потеряли положение единой державы общей гегемонии. они потеряли это положение. Толчком явилось то, что Россия совсем не так, как они рассчитывали, оказала отпор на очень серьезном направлении, но пытаются построить Европу, Вашингтон под себя, но это не так просто, и вот дальше отсчет пойдет уже не в однополярном мире, а в действительно реально многополярном мире, где будет несколько серьезных точек силы, и это приведет к тому, что и вся политика, и дипломатия должны будут приспосабливаться к новому положению. Вопрос вам тут задали такой, скорее забавный. Есть такой литератор Михаил Веллер, он написал в свое время рассказ, в котором фигурируете вы. Как вы относитесь к Веллеру, к его творчеству? Творчество этого художника, слово, я, пожалуй, творчеством не затруднюсь назвать, А вот байка, которую он запустил в отношении меня, она живет, гуляет за моей спиной, я очень признателен, что наконец задали этот вопрос, и у меня есть возможность ответить. Ну, во-первых, он говорит, что знаменитая история с ограблением Зорина в Нью-Йорке вообще это выдумка, пиар, собственно, Зоринский. Ну, здесь есть документы, это у меня есть письменные сегодня, есть письменные изменения руководителя Нью-Йоркской полиции, письменные извинения мэра Нью-Йорка Линсея и письменные извинения генерального секретаря ООН УТАНа, потому что я был аккредитован при организации объединенных наций, чего им извиняться против того, чего просто не было. Ну, а вообще-то общая тональность, что Зорин чернил Америку, один такой опыс он написал еще в независимости газете. Я послал редактору фотографию, где президент Никсон с доброй улыбкой на лице горячо меня обнимает с вопросом, стал бы президент так принимать человека, который клевещет на его страну, стали бы, а я был в Белом доме у пяти президентов Соединенных Штатов, стали бы принимать клеветника систематически у себя в Белом доме, не только в Белом доме, Линда Джонсон приглашал меня погостить у него на ранчо в Техасе, ну, у Киссинджера я дома, бывало, все это зафиксировано на многих фотографиях, они висят у меня на стене в кабинете, так что это это просто ну, злобная неправда, скажем так, меня друзья как-то подбивали, а почему ты в суд не подашь, у тебя документы, вот, у него болтовня, у тебя документы, ну, я в своей жизни не написал ни одного доноса и ни одного искового заявления и изменять этой привычке даже ради такого художника слова, как Михаил Веллер не хочу. Валентин Завидович, я я знаю, я вас, слава Богу, немного знаю, могу сказать, что человек вы выдающийся, умный и широкий, так сказать, что очень, очень, очень существенно, но просто я бы сказал так, что я считаю, что вы давно превратились в историческую фигуру, понимаете, поэтому то, что про вас рассказывают байки, это, конечно, с одной стороны может как-то и отражать, а с другой стороны это признание того, что, ну, как, про вас и, ну, как, вы исторический человек, знаете, рассказывает историю про Наполеона, да, не все они правда, между прочим, про Юли и Цезаря рассказывают, черти что, понимаете. Ну, куда вы, ну, куда вы, Андрей Георгиевич, Наполеон, Юли и Цезарь, и вас. Я просто имею в виду одно из, что есть определенный, при определенном развитии человек перерождает, как бы, ну, как бы, к сожалению, его исторический образ отделяется от него некоторым образом. Это, это так, это так. И в этом нет ничего плохого. Нет, но, но все-таки какие-то законы совести при этом соблюдаться, там, знаю, когда человек просто, вот, пакостничает, просто клевещет, и когда, в общем, его прибирают к стене, помалкивает и не извиняется. А то, что, вы знаете, я давно заметен, много мелькаю, и то, что не все относятся к симпатиям, ну, ей-богу, это вполне закономерно. Это абсолютно нормально. Это, господи, что ж тут поделаешь. Я напомню, что у нас в гостях Валентин Сергеевич Зорин, и нам можно писать смс на, поправить по номеру плюс семь девятьсот три семь девятьс семь семь шесть три 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 три, или звонить по телефону семьдесят тридцать сто и один. Валентин Сергеевич, хотел вот спросить вас немножко о другом. У вас колоссальный, реально колоссальный журналистский опыт. Вы на ваших глазах, и вы сейчас продолжаете работать, на ваших глазах менялась, развивалась сначала советская, затем российская журналистика. Вот с вашей точки зрения, сейчас лучший период российской журналистики, не лучший, когда был лучший, если не сейчас. И вообще, как вы оцениваете динамику журналистики в Советском Союзе и в России? Олег Евгеньевич, понимаете, мой возраст, а он очень солидный, обязывает меня говорить, да, были люди в наше время. Бесспорно. И то, что нынешнее племя, но я профессионал, и поэтому все-таки хотя бы какие-то элементы объективности я должен сохранять. И, конечно, тот период, который я очень активно, я и сейчас активно работаю, но был период, когда ходил вообще, бойка ходила, я, говорит, включил телевизор, там, Зорин, я переключил на радио, ну, там, Зорин, утюга я уже переключать не стал. Да, 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 да. Был такой период, но это период, между прочим, действия, я не побоюсь этого слова, классики не советской, а российской журналистики. Александр Евгеньевич Бовин, Станислав Кондрашов, Всеволодовчинников. Это, это вехи, подчеркиваю, не только советской, но российской журналистики, очень яркие индивидуальности, и, кроме этого, вы знаете, очень любопытное обстоятельство, которого сейчас нет. Тогда многие журналисты, ну, во всяком случае, какое-то количество, становились очень крупными специалистами по своим проблемам. И именно из журналистов, это же не случайно, выросла целая плеяда основных, главных советских, российских политологов, Николай Николаевич Иноземцев, создавший Институт Мировой Экономики и Международных Отношений, академик, он начинал на радио. Георгий Аркадьевич Арбатов, академик, создавший, кстати говоря, с моей помощью, Институт Шаи Канада на пустом месте, не было американистики, начинал в журнале Нового Время, создатель Института Европы, академик Журкин, он начинал корреспондентом всесоюзного радио на фронтах Вьетнамской войны. Это не случайно, это потому, что в тот момент, в тот период считалось хорошим тоном, скажем так. Очень серьезно знать какую-то вопрос, какую-то проблему. Я, помимо очень активной деятельности на радио и на телевидении, я занимался наукой в Институте США и Канада, моя докторская диссертация, между прочим, не пропагандистская, она посвящена структуре американского, американских монополий, а структура как была, так и сейчас ее можно изучать. Вот таких специалистов, глубоко знающих какие-то предмеры, боюсь, что сейчас назвать труба и трудно, и боюсь, что я сейчас будущих академиков, выходцев и журналистов в Лебеде пока не вижу, хотя есть, на мой взгляд, целая группа блистательных журналистов, я не позволяю себе пропускать их материалы и умные, аналитические, и какой-то шаг вперед вообще в журналистике сделан, потому что хорошие мы были журналисты или нехорошие, но мы находились не только в рамках цензуры, мы находились в рамках самоцензуры, когда я садился писать и потом вдруг говорю, а это не надо, это не пойдет, вот, что сейчас для многих моих коллег совершенно не свойственно, и я, пожалуй, не знаю сейчас другой страны, где так свободны журналистики, ну, говорят об Америке, вы знаете, ну, самая знаменитая и влиятельная газета Америки Нью-Йорк Таймс, она 150 лет принадлежит семейству Сульсбергеров, несколько лет назад я побывал в Нью-Йорк Таймс, побеседовал с Артуром Сульсбергером, это семейство, оно и владеет газетой, и редактирует, вот с Артуром я побывал, поговорил, он стал мне рассказывать, какие у него свободные журналисты, как это все свободно, я его в конце разговора спросил, Артур, а если твой журналист написал то, что тебе не подходит и ты, тогда как? он свободный человек, он может это напечатать в любом другом месте, не у меня. Ну, я понимаю, но вообще редакционная политика-то есть везде, вот, в самых свободных СМИ, хотя я, честно говоря, с уважением отношусь к англосаксонской журналистике, работают они здорово, очень часто. Меня, знаете, вот тоже одна вещь смущает, кстати говоря, не только в России, но еще везде, то, о чем вы говорите, журналистика и наука не так далеко отстоят друг от друга, как кажется. Правильно понятая журналистика, она исследовательская. Это же тоже нужно взять и понять, что происходит, подчас разобраться в сложных вопросах и описать их нетривиальным путем. И вот сейчас, когда журналистика стала куда более массовой профессией, чем прежде, потому что количество журналистов нечеловечески велико, и средств массовой информации очень много, то, конечно, стандарты, ответственность и, я бы сказал, точность, конечно, снизились. Не без этого. Не без этого. И не только точность, но, извините меня, тематика. Вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, во многих районах посевная. От этого зависит, что мы с вами будем есть в будущем году. Владимир Сергеевич, можно мы сейчас прервемся на анонс новостей. Вы знаете, одна из особенностей человеческой культуры в том, что люди накапливают знания, и это происходит в человеке. И человек становится, и человек очень важен. И вот я в этом смысле очень ценю общение с вами, очень ценю ваши рассказы, ваше понимание. Но, тем не менее, я вот хотел бы вас спросить. Как вы думаете, вот с точки зрения, ну, мы с вами вместе много занимались, с точки зрения российской журналистики и работы российских журналистов за рубежом, ну, то есть, вот на зарубежную аудиторию, все ли, что называется, мы делаем? Или вот все-таки многое надо еще бы сделать? Ну, работа на зарубеж это очень сложное для советского русского журналиста, у которого советский русский менталитет. И когда я, работая на телевидении, на радио, завел свою постоянную рубрику, она идет 50 лет в эфирах и на вещания, я ставил перед собой и важную творческую задачу перестроить мозги на американского читателя, на которого я говорил, моя аргументация привычная для нашего читателя, она плохо работает или совсем не работает. и рецепт здесь глубокое изучение аудитории, на которой ты работаешь. Ты должен знать, кому ты рассказываешь, что его убеждает, что его, наоборот, не убеждает, а особенно когда российского журналиста он обязательно слушает с прищуром критическим и это вид высшей пилотаж журналистики и очень хочется, чтобы мои коллеги овладевали этим пилотажем мне я много работаю и работал на и навещании и я знаю многих своих коллег нынешних и бывших, которые этим пилотажем владеют. А как вам кажется, вот сейчас заниматься и навещанием и воздействовать на сознание, чем-то убеждать, что-то рассказывать зарубежную аудиторию легче или тяжелее, чем в советское время? Ну, я думаю, тяжелее, но у нас есть одно преимущество. Люди всегда по психологии там, здесь, они сопротивляются одной особенно активно навязываемой точке зрения. И отсюда всегда интерес к другой точке зрения. Почему был успех у BBC во время советской власти? Да потому что это была другая точка зрения, а не та, которую преподносилась каждому. И это преимущество остается и сегодня. Есть созданная мощной пропагандой сегодня картина российской политики и все, и массы многие поддаются этому, но есть мыслящие субъекты, которые просто хотят знать, какая другая точка зрения, а какие у нее аргументы. вот находить эту щель, эту нишу, это искусство сегодняшнего пропагандиста. Мне казалось, что, конечно, одна была вещица очень забавная. В советское время, конечно, когда было коммунистическое и логическое движение, можно было опираться на коммунистов. Но на самом деле наше время практически истекло. Мы должны программу с вами, Валентин Сергеевич, эту завершать. Надеюсь, мы еще с вами в эфире увидимся. Напомню, что это была программа «Четвертая власть». В гостях у нас был Валентин Сергеевич Зорин. Вел программу я Андрей Быстрицкий. Еще услышимся. Спасибо.